Продолжение следует... ...установку демо-версий или каких-то ломаных программ, чем мы занимались когда-то до того, как узнали легальные официальные способы и получали очень много проблем, вплоть до того, что приходилось перестанавливать каждый месяц систему для того, чтобы программа работала. А чтобы вам не иметь таких проблем, те, кто еще не знает о том, что компания Автодекс предоставляет возможность учащимся пользоваться бесплатно своими продуктами. То есть, так как закон не запрещает использовать, он запрещает всего лишь использовать в коммерческих целях программное обеспечение. И поэтому корпорации Автодекс предоставляет возможность студентам и учащимся пользоваться бесплатно программой. Ну, для начала мы зайдем на сайт, я вот здесь вот приготовил, чтобы посмотреть вообще стоимость программного обеспечения. И вот видим, что на сегодняшний день, так, а сегодня у нас посмотрим 14 января, самый дешевый вариант, что предоставляется, так, здесь, ну, здесь обучение мануал, 94 с лишним тысячи. Я думаю, что не просто жалко, мало кому это вообще по карману, вот такая вот сумма. Если, конечно, Макс работает на вас, и в течение месяца вы можете эту сумму легко купить, то, конечно, проще купить и спокойно работать, без проблем. Ну, мы рассмотрим вариант, когда это не по карману. Для того, чтобы нам получить официальный Макс, нам нужно зайти на официальный сайт программы. То есть, вот здесь вот я уже набрал, открыл автодекс.ком. А сразу скажу, что здесь два таких сайта. И второй сайт, вот, автодекс.ру. То есть, вот вы смотрите, когда набираете, на какой сайт вы хотите перейти. Если вы просто наберете автодекс, вас перекинет на .ру. Этот сайт на русском языке, здесь тоже можно точно так же через сообщество перейти на регистрацию, на то, чтобы скачать. Но, сразу скажу честно, я через него не входил и не регистрировался. И не знаю, насколько. Обычно России не очень доверяют все западные компании. С официального сайта, да, я заходил, регистрировался, ну, имел немножко кое-какие в начале проблемы. И вот об этом я сегодня хотел бы с вами поговорить. Для того, чтобы найти эту программку на программы бесплатные, нужно зайти в сообщество, коммитейс, и перейти студенты-преподаватели в раздел. Заходим в этот раздел, вот здесь есть сразу Frays of War, то есть свободное программное обеспечение. Если у вас браузер переводит, можно вот сразу вот так вот перевести. Вот, ну, здесь уже какие, кто вы, среднее образование, колледж. Ну, пока этого не нужно. Покажем оригинал. Переходим вот в свободное программное обеспечение. И нам открывается вот такая вот коллекция, то есть все продукты, все продукты Автодекса. Их огромное количество. Я первый раз, когда зашел просто в свое время, было меньше программ, но все равно меня поразило такое количество изобилия. Здесь вот то, что, если вы занимаетесь дизайном, проектированием, что нас касается. Вот раздел 3ds Max, дизайны 3ds Max, дальше идет Автокад, то, что... Архикад, то, что касается нас. И здесь дальше внизу есть где-то вот Maya тоже. Такая же еще здесь LT разновидность. Ну, то есть очень большое количество. Если у вас очень много времени, вы можете все это посмотреть и попробовать, и любую программу эту скачать. И установить. Ну, сейчас вернемся к нашей проблеме. Вот 3ds Max. Переходим в 3ds Max раздел. Так, нам открывается вот именно окно, где вот говорится, что на 3 года мы можем получить... Давайте переведем. Получить бесплатную трехлетнюю лицензию. Но ничего не высвечивать. Для этого нужно или войти под своим логином, или создать аккаунт. Ну, естественно, вам придется создать аккаунт. Ну, здесь вот сильно я не буду останавливаться. Я просто объясню, где чего. Потому что я сам зарегистрированный. И второй раз регистрировать это ящики, светить свои. Поэтому e-mail уже просто меня не пропустят. Я просто объясню, каким образом зарегистрироваться. Ну, первое, что это понятно, вы определяете, в какой стране вы живете. Я думаю, вы это помните. Здесь свой день рождения. Вот я ставлю свой. И только немножко, конечно, возьмем и соврем, чтобы помоложе быть. Приятно иногда. Так, дальше здесь. Вот тут немножко может быть подвох. Первый раз, когда я регистрировался, я зарегистрировался как преподаватель. И в итоге я получил ключ, получил доступ к скачиванию программ, скачал, установил, но зарегистрировать я не смог ни одну программу этим ключом. И никаких объяснений, ничего со стороны, как бы, с Autodex ничего не было. И только после того, как я перешел и зарегистрировался как студент, я получил доступ регистрировать программы. То есть без проблем. Так что здесь, наверное, не стоит экспериментировать и сразу регистрироваться как студент. Ну, я думаю, здесь вот колледж-университет выбрать. А здесь вы пишете название учебного заведения. Ну, допустим, я напишу как бы свое. Даже вот возьму на русском. Так. Вот таким вот образом. Здесь электронный адрес URL, адрес учебного заведения. Я думаю, это не проблема. На сегодняшний день каждое заведение имеет свой сайт. Далее на транскрипте можно написать здесь имя. Допустим так. Переключимся. Вот, наверное, напишу свое. Тут ваш логин, который вы придумаете. Дальше здесь идет email, повтор email, то есть на который вы регистрируетесь. И здесь идет пароль и повтор пароля. Ну, вот с паролем могут немножко возникнуть проблемки. В том плане, что здесь у них определенное количество, по-моему, не менее 12 символов. И в обязательном порядке должны быть и цифры, и буквы. Английские. Иначе просто придется переделывать. Далее здесь первая вкладочка, то, что получать с сайта новости. Если вам не нужно, вы не ставите. Нужно ставите. И две здесь соглашаетесь с тем, что вы ознакомились. И нажимаете next. Ну, у меня вот здесь высвечивает то, что я не вел все, что нужно. После этого выходит окно. Если вы все нормально пропускает. Где сообщает email, там переслали письмо с кодом активации. И дальше там сложностей особых нет. Вы берете этот код, переходите, загоняете его в соответственно нужное окно. И после того, как заходите, регистрируетесь. То есть вам говорят, что вы удачно прошли регистрацию. Регистрируетесь, заходите, вводите здесь вот свой e-mail. Так, ну, сейчас я свой наберу. Я не помню, на каком e-mail я регистрирую вас. Так, ну, вот. Как? то есть вот он мне выдает что вы успешно зарегистрировались то есть и открывает мне возможность скачать 3d max вот выбрать версию какую 14 13 ну это уже на ваше усмотрение ну допустим 14 а язык но естественно язык английский русского здесь и не может быть и выбрать систему какая система но у меня стоит 64 бита так 10 посмотреть и загрузить то есть загрузить здесь вот вы так 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 получить справку такую справку здесь нам сообщает что мне еще раз послали номер то есть с ключом серийный номер и ключ данном случае программе так спускаемся ниже и здесь выбираем способы установки то есть установить новую скачать новую скачать браузером и справка здесь это уже выберите вы сами здесь вот получить справку каким образом используется загрузить вот новый установить там скачивает сначала программка загрузчик который загружает ну я пользовался загрузить браузером и плюс еще у меня стоит менеджер закачивать он многополосно закачивает на большой скорости то есть где-то в районе 3 мегабит и буквально за там 20-30 минут я скачивал эти три гигабайта то есть никаких проблем не вызывало перейдем на этот сайт ру этот сайт мы можем просто закрыть здесь точно также можно выйти на сообщество так образовательное сообщество так студенческий так вузам и школам переходим и здесь переходим вот бесплатно для студентов и здесь попадаем на в принципе тот же самый сайт также вот здесь вот свободное программное обеспечение и все в том же порядке то есть вот с этого сайта . ру вот с этого нас перекидывает на ком в принципе одно и то же получается но я не пробовал отсюда заходить регистрироваться отсюда вернее ну это уже на ваше усмотрение как проще и получаете 3d max сейчас я могу вот включить его вот это 14 макс которым я пользуюсь последний раз скачивал оттуда сейчас он загрузится немного пропустим время чтобы пустую картинку не смотреть так сейчас мы его подгоним по вот так 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 под это под размеры подгоним тык вот полноценный то есть официальный 3d max автодекса и здесь написано что это студенческая версия то есть три года можно свободно пользоваться а такой программы не нарушая никаких законов надеюсь что данный ролик вам помог чем-то ну что ж на этом решите закончить до свидания до следующей встречи субтитры сделал DimaTorzok